Всем привет любители стальных баталий, с вами снова Смолдер. Вчера в своей группе я выложил голосовалку на тему того, какой ролик вы хотели бы увидеть сегодня. На выборы я предоставил 4 варианта и из всех из них выиграл вариант, который звучал примерно так. Сделать обзор на какую-нибудь фановую телегу. Поэтому сегодня мы рассмотрим одну из самых фановых телег, на которых мне вообще в принципе удавалось поездить после ввода патча 0.19. Однако стоит отметить, что фановая не значит имбовая, поэтому такую машину как Беглайт Панцер и Т-92, который я надеюсь все-таки пофиксят, мы будем рассматривать как-нибудь в другой раз и не факт что скоро. А сегодня мы с вами поговорим о машине, которая одновременно является и очень интересной, и одновременно с этим доставляет огромную массу удовольствия игроку, который на ней ездит. И сегодня речь у нас зайдет о ЛТ пятого уровня Шеридан. Ну и давайте рассмотрим, чем же примечательна эта машина. Во-первых, самое главное, это бабаха 152 мм. Причем самое забавное, что у этой бабахи абсолютно нет ни бронебойных, ни подкалиберных снарядов. Поэтому стреляя с этой пушки, вы всегда должны понимать, что ваш снаряд летит несколько медленнее, чем летят бобсы сейчас. Но если же все-таки так случится, что вы правильно рассчитали упреждение, попали в противника, и причем еще не кое-куда, а туда, где броня у нас меньше 100 мм, то все, пиши пропало, противник сразу отправляется в другую галактику исследовать неизведанные просторы, в то время как вы наблюдаете цифры где-нибудь по 800. У меня как-то раз даже бывало что-то в районе 850, если я не ошибаюсь. И это все происходит на пятом уровне, на уровне, где почти ни у кого еще нету динамической защиты, а если она и есть, то установлена она далеко не по всему танку. Да и танки на этом уровне не очень-то подвижны, что очень сильно помогает нам в них попадать. Разумеется, за то, что за один единственный раз мы накидываем примерно по 600-800 урона, мы расплачиваемся точностью и временем сведения. Время сведения на нашей машине достаточно быстрое по меркам того же баланса первого, но во втором балансе такое встретишь нечасто, 2 секунды. А вот точность у нас составляет аж целых 15 сотых, что примерно, наверное, равняется показателям каких-нибудь лоу-левельных ОБТ. Хотя, по-моему, даже на них было что-то в районе 13 сотых. Честно говоря, пользуясь этой пушкой, я могу сказать, что при полном сведении снаряд чаще всего летит именно туда, куда вы целитесь. Частенько, если стрелять на большие дистанции, это, конечно, будет с некоторым отклонением, но шансы попасть все равно велики, даже на дистанциях 800 метров. С другой стороны, у нашей машины также есть еще один недостаток – это очень долгое время перезарядки. В стоковом состоянии оно составляет примерно 13 секунд, что ну просто космически долго. Если же вы будете пользоваться этой машиной в топе, то время перезарядки у вас будет составлять примерно 9,6 секунд. Возможно, даже меньше, если посадить Воропаева. Но тут кроется другой косяк. Дело в том, что на нашей машине достаточно неплохой обзор, и при этом всем очень хорошая маскировка. Наша незаметность с камуфляжем будет примерно на уровне той же Воблы, Визеля или других ББМок. Если я не ошибаюсь, то с камуфляжем она у меня составляет примерно 0,35, что очень дофига. Однако, как вы, наверное, понимаете, стрелять с дальних дистанций на этой бабахе не всегда комфортно. Если вы играете, скажем, против каких-нибудь четвертых, пятых уровней, то у вас проблем особо-то и нету. Но вот если против вас каким-то образом появляется у БТ-6 уровня, допустим, тот же ХМ-1, БТ-70 или Леопард, то у вас уже начались неприятности. Дело в том, что с нашим вооружением, особенно если пользоваться кумулятивными снарядами, пробивать мы танки противника 6 уровня в основном можем только в одну лишь зону. И чаще всего это зона под башней. Ну, конечно, кроме Т-80Б, где зона неплохая в НЛД есть. Но это всё не было бы для нас проблемой, если бы не ещё один косяк Шеридана. Дело в его подвижности. На самом деле он достаточно подвижен, но всё равно его динамики зачастую не хватает для того, чтобы куда-нибудь свалить. Вы, конечно, можете, если развернётесь, пока вы развернётесь, а он примерно так же разворачивается, как трамвай Т-14, попытаться газануть и убежать от какого-нибудь ОБТ, который за вами гонится с разъярённым видом. Но, скорее всего, если он был достаточно близко к вам, скажем, метров там 100-150, вы вряд ли успеете уехать. К тому же, возможен такой вариант, что к тому моменту, как вы всё-таки разгонитесь и наберёте свою скорость, ОБТ у этого уже будет своя скорость. И вряд ли она будет сильно ниже вашей, поэтому, скорее всего, он будет тупо ехать за вами и расстреливать, пока может. И это достаточно большой косяк Шеридана, хотя, если честно, я не могу сказать, что он прямо-таки дико критичный. На самом деле, на нём всё равно фаново играть, и если ты выходишь на нём в бой, ты знаешь, что сейчас кому-нибудь прилетит на 800. Также не стоит забывать и о других типах снарядов на этом танке. Второй из которых — это Птуры. Причём стоит отметить, что Птуры превосходят кумулятивные снаряды как по пробитию, так и по урону. Но, честно говоря, ими далеко не всегда удобно пользоваться. Просто, если ты с противником на ближней дистанции, намного проще воспользоваться кумулятивом, а не Птуром. Потому что, когда ты пользуешься Птуром, ты не можешь уйти толком нормально за укрытие, и нормально ехать ты сможешь только после того, как его пустишь. Поэтому, если честно, то я ими частенько пренебрегаю, хотя делать этого, наверное, всё-таки не стоило бы. Напоследок, хотелось бы отметить, что у Шеридана достаточно неплохие углы вертикальной наводки. Они составляют целых 8 градусов вперёд и, правда, достаточно вяленьких 4 градуса назад. Хотя, на самом деле, назад с этой машины стрелять приходится достаточно нечасто. Что же касается боёв, то в бою Шеридан — это та машина, которая ни в коем случае не должна подъезжать к своему противнику на крайне близкие дистанции. За это вы, скорее всего, можете поплатиться не одним-двумя выстрелами, как обычно происходит в случае, например, перестрелки ЛТ-шек или ещё чего-нибудь, а просто отправиться в ангар, хотя бы потому, что ваша КД будет значительно дольше, чем КД противника, причём будет оно таким почти всегда. Только у МБТ-70, возможно, КД плюс-минус такое же. И противник, поверьте, будет не глуп и будет знать о том, что у вас длинное КД, и поэтому, если вы отстрелялись, скорее всего, вывалится на вас и начнёт вас крутить, вертеть, пробивать и делать всякие неприятные для вашего танка вещи. Поэтому эффективная дистанция работы этой машины — это либо средне-дальние дистанции, если вы работаете птурами, или просто средние дистанции, если вы играете на кумулятивных снарядах. Опять же, я знаю, что у достаточно большого количества игроков реально проблемы с тем, чтобы играть на танках с большим КД, просто потому, что у них со временем начинает срывать башню, и они несутся, сломя голову. Ну, это просто потому происходит, что народу надоедает тупо ждать этого самого КД. Так вот, Шеридану даны не просто так обзор и такая маскировка, а только для того, чтобы поугарать над вами, когда вы начнёте косить своими кумулятивами. На самом деле, конечно же, нет, но в этом есть доля правды, потому что, ну, если стрелять на совсем уж дальние дистанции, опять же, вероятность попасть довольно высока, но происходит это, как вы понимаете, далеко не каждый раз. Поэтому у вас знатно может прогореть, особенно если машина в стойке, от того, что вы ждёте 13 секунд, кидаете мимо и опять ждёте 13 секунд. Потом, если вам опять не повезло, вы кидаете мимо и опять ждёте 13 секунд. В общем, честно говоря, на дальних дистанциях пользоваться этой машиной удовольствие такое себе, поэтому я бы всё-таки рекомендовал пользоваться средними дистанциями. Что касается командиров, перков экипажа и всего остального вот этого барахла, то тут всё, в принципе, как обычно, с той лишь разницей, что на эту машину действительно можно посадить Сабринку, дабы увеличить её обзор и незаметность. По модулям тут однозначно может быть только СО, затвор и оптика, возможно, даже адаптивная, если вдруг вы всё-таки решитесь работать с этой пушкой на дальней дистанции. Ну а вот у экипажа абсолютно стандартный набор перков. Также, учитывая общее количество очков прочности, которых всего 1850, если я не ошибаюсь, я думаю, что всё-таки можно попробовать и рискнуть, и поставить себе в качестве командира Воропаева, а вместо огнетушителя какой-нибудь энергетик. Однако, конечно, есть шанс сгореть, но вот я, например, ни разу ещё не сгорал на Шеридане, хотя гоняю без огнетушителя. И если подвести краткий итог по этой бабахе в целом, то она определённо, однозначно заслуживает места в вашем ангаре. Она реально достаточно забавная, если к ней не относиться серьёзно и не пытаться там, например, на ней набивать свою средуху. Эта машина действительно отлично подойдёт для ценителей, которые любят, там, скажем, делать огромный большой бум. К тому же в чате нашей игры периодически довольно забавно сгорает народ от того, что ему в корму прилетело на 800. Некоторых из этих людей, наверное, уже можно искать где-нибудь на орбите. Ну а с вами, как всегда, был Смолдер. Если вам понравился этот ролик, и вы урвали для себя кусок полезной информации, пожалуйста, оцените его и подпишитесь на мой канал. Надеюсь, что всё-таки каждый из вас решит опробовать эту машину. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok